Добрый день, Запорожская область, Паршут Равневе. Сегодня у нас 16 августа. Созревает постепенно сорт персика американской селекции Лон. Это один из любительских сортов персика. К любительским сортам, по моему мнению, относятся такие сорта, которые не особо предназначены для коммерческих целей. То есть с плодами, которые пригодны для употребления в свежем виде непосредственно по месту. Ну и данный сорт относится к таковым. То есть плоды очень крупные, хорошие, вот такие вот. Светлая желтая мякоть, не такая выраженная, как, скажем, на некоторых представителях. Ну таких вот промышленных сортов, там она такая более медовая. Вот здесь более светлая мякоть с красным вкраплением при полном поспевании. И косточка у него деляется. Это также могу сказать, что это один из наших домашних любимых сортов. То есть очень неприхотливый выращивание. Ну довольно простой. В нашей коллекции он уже очень много лет. Вот, сорт очень нравится. В первую очередь тем, что мякоть у него очень нежная, абсолютно не грубая. Десертного назначения с насыщенным кисло-сладким вкусом, который должен быть у персика. То есть никаких там вам абсолютное отсутствие кислоты, там либо один сахар там с избытком. То есть тут такого нет. Это классический персик, именно вот с очень оригинальным и вкусным вкусом. Также у него кожица очень хорошо отделяется. У нас в семье есть человек, которому это очень принципиально важно. То есть чтобы отделяла кожицу. Опушение плодов среднее, кожица хорошо отделяется. Довольно-таки плотная. Плоды очень душистые. Очень-очень вкусные. Это один из немногих сортов, которые мне очень действительно нравятся. Значит, саженцы данного сорта мы не производим, ввиду того, что они не особо востребованы на рынке. Но тем не менее, я держу несколько деревьев данного сорта именно для своего домашнего потребления. Раньше мы продавали данный сорт. Я думаю, тот, кто его приобрел, будет на 100% довольный и скажет мне еще раз спасибо. Вот такие вот плоды. Значит, они поспевают обычно в конце июля, начале августа. Но в этом году попозже. Тут уже получается 16 августа. Часть плодов мы уже потребили, съели. А довольно еще много из них висят. Видно, что очень крупные, классные. По вкусу вообще бесподобные. То есть взять какой-нибудь промышленный другой сорт. Вот мы себя для семьи, ну именно потребляем именно такие. По типу Руби Принца, Лона. Мы избалованные сортами. У нас их очень-очень много. Практически каждого сорта посажено по дереву. Поэтому есть еще выбрать. Сейчас я посрываю тут выборочные плоды, которые более мягкие. И потом уже покажу. Взвешу, возможно. Нарвал я таких вот персиков. Сорт Тайлон. Получается вот по весу они. Ну вот 196 грамм. 190 грамм. Вот такие вот. Ну в руке они очень смотрятся очень хорошо. Такие вот крупные. Я считаю, что персики больше 200 грамм. Это уже не персики. Это такое что-то непонятное, суразное. Его, во-первых, неудобно есть. Его там ножом надо резать и так далее. А вот когда потребляешь персики, именно вот первый вкус и послевкусие, это самое вкусное. А когда вот порезанное ножом на тарелочке, там и все тому подобное. То есть я это вообще не воспринимаю. Значит, плоды вот такие вот. Окраска у них очень интересная. Немного удлиненной формы. Они такой вот асимметричные. То есть видно, что вот они вот так вот немного бывают. В одну либо в другую сторону как-то изогнуты. Ну это такая особенность данного сорта. Вот такое вот наше дерево. Мы его употребляем постоянно. Кто приходит на этот участок, всех угощаем. Как бы с конца июля до середины августа без проблем. То есть приходим, выбираем персики там. Тот спелый, тот не спелый. Нарвали там и забрали. Но это не самые крупные порвалы. Именно такие, что более-менее мягкие. Получается очень хрустящая такая вот, насыщенная. Но вкус просто изумительный. Немного красная при полном поспевании. Когда аж переспевает, она аж красная внутри становится. Косточка хорошо отделяется. Ну вообще, отлично бесподобный персик. Это вот я вот чисто говорю для тех, кто спрашивает. Мне для потребления, именно для себя, для семьи. Данный сорт это, я считаю, что просто идеальный. Любой промышленный, который спеет в эти сроки, пусть он там хоть как не называется. Это просто сладенький персик, как будто медом помазанный. То есть без всякого такого, именно вот, чтобы цвет был яркий. Ну и то есть вкус, чтобы был яркий, броский. То это именно один из вот таких вот сортов. То есть это тоже один из любимых сортов персика, именно моих. Данный сорт мы не производим. Кому нужны черенки, я как бы продаю без проблем с этого дерева. Рыжим отсылаем. Ну вообще, очень хороший, бесподобный сорт персика. Раньше мы его производили, сейчас не производим. Может, в последующие годы также будем производить. Такой вот мой был обзор на персик Илон американской селекции. Средне-позднего срока созревания, именно такого переходного. Понравилось на видео лайки ставьте. Также на канал подписывайтесь. Еще дальше буду продолжать различные видео по плодовым деревьям снимать. С вами был Юрий Ковальчук, питомник Агросат.